Качественный Counter-Strike это то, что было у нас на карте Overpass. Сейчас трейн, пик команды Gambit. Я думаю, что это уже заявочка даже на 2-0, если честно. Хотя Dreamiters тоже умеют здесь, могут и я надеюсь, что у них практика тоже окажется на уровне. Интересно, да, очень крутая встреча, много скилла мы увидели. Вот как для такого уровня, то это максимальное, что можно показать в принципе. Очень интересно было. А то и больше, да, потому что эти команды показывают нам действительно красивый Counter-Strike. Так, продолжаем смотреть, ребята, с вами Forge of Master второй сезон. Это четвертый день этой поездки, которая будет очень длительной. Ну и для этих команд она тоже окажется довольно увлекательной. Увлекательно уже начинается раул для кинки, который получает прострел в голову на верхнем. Но пока до убийства дело не доходит, разбиваются окна и команда Gambit готова выходить на точку B дальше. Максимальный фейк, при этом бомба лежит в мидле. Форестер играет в сэндвиче внутри хелпа. Хелпы супра делает фраг. Так, Форестер еще один минус, не еще один, а первый оформляет для своей команды. Аксель разменивается, но опять же это фейк. Выход-то у нас реально на базу Ай. Там нужно смотреть за спидаком. На спидак. Да, падает все-таки от Индерза. Бомба будет поставлена. Также не смог ничего предоставить своим соперникам Свят. Крат последний. Это тот парень, который получал хэдшот изначально. Выжил, да, дефузы смог. Но в принципе он-то попытается там играть на фраге, как-то на плюс по экономике для себя какой-то. Но Аксель дальше не пошел в эту перестрелку. Дисциплина команды Gambit. Это такой вот максимальный фейк со стороны Gambit. Три игрока выходило на B. Все четко. И гранаты там. И в общем все было разыграно красиво. Ну а что, отдадим должное. Спидаку он стоял до последнего на Апланте в Сэндвиче. До последнего. То есть он не стягивался, даже когда были размены. То есть видимо не было кола по бомбе. Как это часто бывает, кто-то должен фокусить радар и сказать четко, есть бомба выход или нет выхода. Потому что действительно бывают периодически такие вот фейки, на которые твои тиммейты могут повестись, просто недостаточно хорошо проанализировав ситуацию. 1-0, а это начало для Gambit. Это атака, это карта Детрейн. Ну и судя по тому, что у нас очень часто происходит на этой карте, для Дремитерс крайне важно забрать максимум раунда в защите. Потому что их будут за атаку очень жестко закрывать Gambit Youngsters. Мы знаем, как эта команда играет за контртеррористов. В этом раунде, понятно, многого не стоит ожидать от Свята и компании. Спускается акция наверх-низ, уже начинает стрельбу. 10 хп остается после противника, но он его забирает. Спидаг добирает красного, но Супра тут же не отпускает на дефолт и спидаг. Ну, да, тут и не ушел бы со всем желанием, учитывая, что Супра был со СГшкой. Шира фармит кинки. Остается Форестер и Крат. Дело техники. Все четко, разыграно. Бомбу нужно ставить. За плентом, кстати, находится один игрок. Вот пятерку нужно включить. Да, это Крат. Смог пробраться. Ну, а что делать против Шира? Непонятно. Ничего. Форестер тоже здесь улетает в следующий раунд, который будет девайсным для команды Dreamitros. Да, ну, кстати, что там по снайпе? У спидага ровно ноль денег, вот прям впритык. Прям впритык. Отказывается пока от снайперской винтовки, хотя, ты знаешь, почему бы и нет. Мне интересно, как они будут фокусить сейчас аркаду. Вот очень интересно посмотреть. Вот мейн и коннектор. Вот в этом вопросе могла бы помочь снайперская винтовка, если честно, даже без армора. И мы видим, что многие игроки на разных уровнях берут ее себе. Вот сразу же заплываются. В дефенсии, да, в дефенсии это в этом есть. Да, но у Ширу есть снайперская винтовка и некому ответить, потому что эмки, то есть, здесь не так все легко. Форестер, ой, какая флажка полетела, в итоге красный, вернее, слепой супра там проходит вместе с тиммейтами. А Форестер тут же дает информацию тиммейтами. Никто, кстати, не перетягивается к нему. Нам уже верхний выходит. Да, это быстрый выход через верхний. Заход на плент. Форестер, хороший угол для обзора, дает хедшот. Нет хелпы, пока пошла хелпа. Форестер врывается, но не читал второго. Супра отвечает, Свят пытается сделать дефраг. И чуть-чуть совсем не нажимает своего оппонента Спидак. Понимаешь, что красный, его визави идет и просто подставляется под авик. Ну, это наглая, но при этом классная игра команды Gambit Youngsters. Такой выход через верхнюю, без шансов для града, какая флешка прилетела. Супра продолжает всех тут ликвидировать терминатор команды Gambit. Я бы еще сказал то, что Форестер, как опорник, соло опорник, сразу бежал, кидал флешку и бежал в соло пуш по низней волне. Это тоже очень такой непонятный мне мув. Так рисковать в начале игры. Его вообще могли сразу снести. И это было бы справедливо. И выход на бэплэнд чистый. То есть там понимает реально Gambit после этого кила, хотя он и не случился. Но опять же, это просто анализ. Gambit уже понимает, что второй чел, у него нет АВП. Или очень редко он может быть в коннекторе. То есть тут, опять же, очень-очень спорный мув. Но суть не в этом. Суть в том, что Gambit в любом случае исполнили красиво. А за дилейл бомба тоже сразу на нижний не выходила. Пошло два человека на верхний. То есть они упали вниз и начали давать экшен. Та самая перестрелка с тем самым Форестером. И впоследствии с Святым. И опять же, фейдаутится Смок. Широ уже сидит здесь с АВП за собакой и фокусит нижнюю волну. Да. Красивый раунд от команды Gambit Youngsters. Сразу же коэффициент 6.25 на Dreamiters. У них пока ничего не получается в защите. Но это только начало. Старт для них. Как они пробегут эту дистанцию, мы узнаем сейчас. Кинки с М4А4. Широ опасаются врыва через зелень. Четыре игрока у защиты отправляются на точку А. На фоне. И Интерс ждут врыва в мейн. Пока отворачиваются от возможных флешек. И хат подходит сюда. Флешка его тоже слепит. Но он идет дальше по шифтам. Будет вторая, если что. Но опять же, Юспик ждут врыва. Да, ребята, тут такое ощущение, что они на шаг впереди постоянно находятся. Флешка еще летит. Там слепой. Один, но на фоне забирает крада. Размена спидака. Дальше кинки. Реализация М4А4. При этом у спидака будет Галил на руках. Размена молотовыми. Ждут врыва. Но как-то это все было кривенько. А там два чела на Б выходят. Да, уже все. И вот теперь очень важная позиция у Форестера. Кстати, 33 нужно посмотреть. И единичка, которая заходит в спину. Это проблема для Гамбит. Янгстерс нет. Супра чекает все это дело. Супра. Они троечку не ждут. Такой красавец, конечно. Они Форестера не читают. Можно Форестера? Ну, как он здесь играет? Но на Супра троится, наверное. Тут уже нужно, да, убивать. Вот она позиция. Там бомба еще не успела выйти. Кстати, сейчас нужно забирать Форестера и ставить бомбу. Потому что других игроков Дримитерс пока не видели. Гамбит, Форестер все еще под стеночкой Кинки. Закрывает Акселя. Это очень важно. Пытается выйти Широ. Закрывается ВП противника. Остается 1 на 2 против спидака и Кинки. Смог откидывается. И он просто выйдет на точку. А ну, в принципе, Дримитерс такое должны читать. И, кстати, Широ не рискует. Он опасается позицию на верхне из противника. И все же он вернется на В. А тут двое. Они никуда не будут уходить. Нет смысла. Ну, кстати, я с Широ не согласен насчет... Выбрасывает бомбу. Он знал, что здесь лежит девайс. То есть он хотел подобрать там Калаш или М-ку. И в итоге сыграть на Б. Ну, и Авик они не забрали. Грамотно. В этом плане он уже сыграл грамотно. Но в целом я не понимаю, почему он не ушел вверх-вниз. Очевидно было, что один в районе плента, а второй максимум в коннекторе. Максимум. То есть, типа... Мне кажется, это 100% было плюсово уходить на А и попытаться ставить бомбу или там с Авиком фокусить коннектор. Но не суть важна. Суть в том, что DreamEaters берут эко с сохраненным девайсом. И тут, наверное, я отмечу все-таки провал в мидле от Gambit. Два человека в коробке просто ничего не смогли сделать. Так и есть. Молотов под акселян наверх-вниз. Он опасается, что противник под него там может подойти. Все же не вся позиция здесь горит. И откидывает свою бутылку. Да, под нее не стал врываться Кинки. Пока позиция за атакой. Ну и, возможно, Кинки сделает ретейк под фэш. А там еще и смаком закрыто все, да. Ну что, на зелени, кстати, атака не так часто себя показывала. Там два игрока в этом раунде. И в позиции находится только Свят, который там постоянно передвигается на стоп. Также он вместе со Спидаком будет отвечать за это расположение. Аксель и Супра под Б. Вытягивают гранаты у опорника. И Нафани уже занимает за ящиком. Интересно, что видишь, что дают зелень. Играет такой сетапчик. Но они на дистанции. У вас все-таки два ВП. Да, они уклон свой делают на верх-вниз. Там уже второй смок от защиты. Флажка полетела, кстати, довольно интересно, почему. Очень смачно верх-вниз выбивается хаешками. Но это, конечно, это должна быть у тебя идея, как бы, да. То есть ты должен ее держать в уме и раунд строить от того, что бросать хае верх-вниз. Кстати, интересно, еще оптики выбивали верх-вниз, спускаясь вдвоем через вот эту лестницу. Причем, что они падали не как вот башенка. Ладно, сейчас посмотрим. А друг возле друга, да? Да, это очень круто. Спидак забирает Интерза. Бомба все же вышла на Олафа. Широ играет СВП дальше. Нет хода, потому что Свят на позиции. Два на четыре ситуация. Это в итоге для атаки кратно на тупиках. Ну и Свят в этом смаке, конечно, такой сгорле. Нафани прошел под девятку. Бомба ставится на него. И там должна сработать позиция с стопа. Да, Свят все-таки забирает Нафани. Последний отлетает Эксель. А вот этот вот минус от Нафани, если бы он его сделал. Хотя вроде он все правильно сделал. Идеально. И вообще тут классно разыграли гамбитки. Несмотря на то, что были два в четыре. Если бы он сделал этот минус, тогда были бы проблемы. Но опять же, мы видим, что здесь слишком много игроков. Dream Eaters было вокруг. Они буквально окружили молодых ребят из гамбит. Ну и деньги. Деньги. Сейчас говорят нам красноречиво о том, что гамбит будут делать экономический раунд. Ждем полубай. С пистолетами и арморами. Или же только пистолеты. В общем-то, есть набор гранат. Вот Интер за фташкой будет помогать Супра и Аксель. Ну, два ВП. Пока у Dream Eaters соправдывается. У них есть уверенность на позиции. И теперь точно вы можете знать, куда же все-таки попытается выйти быстро соперник. Сейчас врыв от Нафани был зафиксирован, например. Пытается в смог там дальше пройти. Спидак работает против Акселя. И помогает ему Свят, который разворачивается. Может быть, даже без него справится здесь игрок. Хотят 8 хп и задача просто дать Спидаку отойти от Супры. И она пока выполняется на все 100%. Интерс последний. У него бомба. И, возможно, она была нацелена на то, что его тиммейты смогут пройти через зелень. А он там прокрадется как-то там на точку Б и поставить пакет. Сумеет. Но нет. Это выход на А наверх-низ. И его замечает Карат. 3-3. 5 в 0. Чистейший раунд. Спидака спасли на зелени. Так, а вот теперь смотрим, что будет предлагать Гамбит. Интересно. Что будет? Раш А увидим. Хотелось бы увидеть красивую аркаду на А. 4-2 на DreamEaters. На победу на этой карте они начинают сейчас в обороне. Берут три подряд. И тут у них потенциал достаточно высокий именно в дефенсе. Поэтому это такой достаточно неплохой, как по мне, кэф. Я бы здесь погембрил на 4-2. Ну, кстати, вот интересно, что будут делать Крад и Форестер на B. Флажка там полетела. Крад будет поджиматься. Но должны занимать эту точку тоже под свою же флэшу Аксель и его тиммейт. А вообще под флэшку должны здесь играть четко. Да, так что у Крада не так уж много шансов на то, чтобы сделать там фраг. В Свят, на зелени тоже, в смоке. Ой, это очень опасно. Что сейчас будет? Кто кого первый заметит? И это был на фане. Ну, непонятно, кстати, что делал вообще здесь Свят. Я, честно, не могу вообще этого мува понять от слова совсем. Хорошая флэшка, но не менее качественный выстрел от Спидака. 4 в 4. От этой флэшки довольно легко вернуться было, да, на Спидаку. Потому он здесь был быстрым на реакции. А вот она хэшка. Да, одна только. Одна только, да. Тут Фореста только минус 30 хп. И Молотов, который не выгоняет его абсолютно. Молотов не выгоняет вообще, да. Если выгоняет, то буквально на какое-то время и сразу человек спокойно может зайти. Спустились наверху. Вот, кстати, в апдауне, да, это все произошло. АВП в упоре, откидывает молик Спидак. Есть возможность пофокусить зелень, но там никого нет. Пошло поджатие медла от Кинки. Ну и вот все. Все, весь улын на Крада. Да, Крад должен попадать или просто играть после выстрела аккуратно. Не стоит тут принимать эти еще выходы. 15 хп остается у Интер за минус ноги. И тут же Молотов под ноги. А туда же своим противником Крад отпускает. Ну и перетяжка Спидака говорит о том, что через верхние точно не выходят. А у нас вся позиция у Гамбита, это нижняя волна. Крад уже с пистолетом будет играть за этим смоком. Никто не должен прорываться широ. Там халявил, но пока нет попадания. Интерс красный поставил бомбу 3 в 3. Пока неплохо может все смотреться для команды Гамбит, если они найдут хотя бы один фраг. Но дело в том, что два ретейка. Два ВП в ретейке. А вот Крад сейчас коварно заходит на план. У Интерс может убить его. Нет, не получается. Будучи красным, он все-таки отлетает Супра на размене против Крада. Два на два. Напоминаю, что у защиты нет дифузов. Возможно, у кого-то павшего там был. Этот момент Кинки закрывает Супру, пикающего за собакой. Последний Широ. Снайпер команды Гамбиты. Он должен выходить. Вот он. Нет минуса. Как так-то? Замечает одного, простреливает второго. Кинки должен выигрывать раунды своей команды. У него там есть дифузы. Широ промахивается. И все-таки Кинки его забирает, но не успевает на дифуз бомба. 4-3 в пользу команды Гамбит Янгстерс. Как он там репикнул? Как он убил? Как вообще игрок защиты промахнулся с АВП? Второй раз. Это Кинки был, прокрывающий своего тиммейта. А Широ промазал, а потом дал килл и прострелил второго. Да, в такой ситуации, на самом деле, если Авик прыгает вниз, промахивается, то второй его пик, это просто вот в никуда. Ну, это смерть. Все, там уже все знают, откуда ты будешь выходить. А кто дифузил бомбу? Вот Кинки прикрывал, кто дифузил, я, если честно, не запомнил. Я думаю, что дифузил АВик или Мка? Это вопрос. Потому что Мка могла развернуться. Если дифузила Мка, то это, мне кажется, ошибка. Да, возможно. Хотя, уверен, что есть мнение и обратное. Вот аркада Аплента, то, что я хотел увидеть. Гамбит уже на Планте, очень хорошие смоки. Отрезали все важные позиции. Бомба устанавливается. И давайте смотреть, ретейк 5 в 5. Кинки за Плентом, уже флешка слепитого. Аксель находит с пидока. Это проблема команды Дримитерс. Свят на зелени тоже показал себя. Кинки на стопе. Нужно забирать хоть кого-то. Нет! Пока не получается 3 в 5. Просевший Свят и Крат. Пытается выйти Форестер на сэндвич. Убивает Супру. Аксель на размене тут же. Как же сложно выбивать сейчас Дримитерс эту точку. У Форестера есть Молик, есть флешка. Да, нужно воспользоваться. Вот он вспомнил про Молик. Он не играет под него. Вот в чем проблема. Под него не играет. Под него надо было играть. Надо было либо выжимать фронт. Ой-ой-ой, там в спине находится соперник. Широ закрывает Крата. И последний тоже погибает. Аксель, молодец, минус 3. Всегда был размен. Видишь, после такого тяжелого раунда, мне очень нравится это решение сейчас запушить Аплэнд. Вот очень тяжелый был клатч. Вот это все пытались вывести. Знаешь, они где-то, может быть, даже расстроились. Знаешь, потом такие, да ладно, че. А тут раз уже Аркады, уже везде смоки и стол накрыт. И стоит огромный-огромный самовар. Да, ну плюс кто-то у нас был Крат постоянно за плентом на стопе. Постоянно он еще и ловил эти флешки. От его минуса играла команда. То есть если бы он забирал на фане, было бы легче. Потому что на фане это игрок, который закрывал за собой перимку. То есть это олафмейстер, это отходы тиммейтов на дистанцию после установки бомбы. Но пока сильнее команда Гамбит Янгстерс. Но бай был. У Дримитерс там дали спидаку снайперскую винтовку. Остальные с эмками. Кинки внедряются вверх-вниз. Два игрока у Гамбит отвечают за зелень. Один в мэйне. И также двое в доме Б. Аксель и Супра. Там Смок довольно агрессивный от Крада. И он будет под него играть. У него есть поддержка. Кстати, там второй игрок тоже идет в Форестер. Крад. Что это было вообще? Вверх получает от Супры. И тот не будет никуда идти. Форестер, конечно, подожмется сюда еще раз на информацию. Но такое ощущение, что Гамбит тоже этого ожидают. Да, есть инфа. Форестеру просто нужно уходить отсюда. Нельзя оставаться. Хорошее решение поджать вдвоем. Может быть сыграть под Смок. Но не дождался. Но не так, как он это сделал. Дело в том, что когда атакующий игрок под себя получает Смок, он будет так вот смотреть. Но понятно, что это уже шанс для защитника просто выйти, там, открыться. Так ты понял, он походу стрелял, просто его там проглючило. Нет, он мог заметить, конечно, там, или на радаре. Сильно высоко тогда он взял прицел. Но это слишком, да, было жестко. Попластная позиция. Да. Ну, свято off-angle, как называется. Позиции, в общем-то, здесь не могут прочитать, как я рассказал, эту позицию ребят из Гамбит. Но на фане это не проблема. Ну, выход на А, короче, в итоге у нас 3 в 4 ситуация. Здесь только один игрок. Это авик, который смещается на зелень. Кинки идет через шорт. Ну, и там Гамбит вроде как все прикрывает. Есть еще молик, есть Смок. Да, только это надо было чуть раньше делать. Да, нужно подсаживаться. Акселя было бы неплохо поймать. Тот уже поставил бомбу, флажка летит неприятная для Форестера. Ну, и пушат Акселя, его не забирают в итоге, прощают. Пока что 7 хп. Форестер хаешь, а не у Форестера, у спидака хаешь. 7 хп от Акселя, Широ не выпускает Форестера из Зига. И кинки красный там остается. Нужно идти на сейв. 6-3. Развал. 6-3. Развал. И вот этого я опасался, что вот Гамбит у себя на пике будут просто выходить как дома. В тапочках и к мысу сейчас с тобой. Да. Так, ну, пока так игра складывается. То есть вот эти три раунда, которые были от Dreamoff, это пока все. Дистанции в 8, уже в 9. Это маловато. 6-й раунд для Гамбит. Пауза от Dreamoff. Наверняка идет обсуждение. Попытка как-то изменить игру. Сейчас точно нужно делать эко. Притом нужно точно играть от Авика с пидака. Причем я вижу, что он вроде делает какие-то минусы, но они не оказываются поворотными в раунде. То есть ему сложно себя раскрыть. Как-то вот не получается перестрелять. Бывает ключевых игроков команды Гамбит. Янгстерс. Ну вот я бы сейчас Авику сразу дал спейс на А. Поставил бы его на красный вагон. Сделал бы килл в медле. Потом килл в апдаун и уже опять в 3. Там на А пацаны с пистолетами натыкают. Где у тебя сценарий написан? Там написан мой. Ты бы еще сценарий расскажи, конечно. Потому что у нас походу разные сценарии. Может быть каждому выдается свой. Знаешь, как у актера. Давай посмотрим за спидаком. Давайте за номером 2 посмотрим. Интересно, куда он пойдет. У него РС. Это РС на 33. Ну почему? Возможно получится. У РС на 33 вот сейчас делает выстрел. Да и в целом это три игрока. Смотри, а туда бегут. Вот прям бегут, бегут. Ой-ой-ой. Будет сейчас очень опасно. Спидак идет. Забирает одного. Там флешка прилетела от его тиммейта Форестера. Идет дальше. Промах. Испидак уже никуда не уходит. И украды тоже проблема. Он должен спускаться вниз. Кинки наверх-вниз. Интер за сам красный здесь на перемке. Он убивает вместе с Святом Супру. Который тоже слишком активно пытался. Непонятно, почему мы переключились вообще. Да, бомба все еще лежит на точке Б. А на Фани. Вышел на позицию вместе с Широ. На сэндвиче Форестер красный погибает. И Свят тоже не жилец. Кинки последний. Но Кинки, кстати, с Эмочкой. Да. Есть. 1-1. 1 в 1. 27 хп у него остается. Широ должен забрать. Гоу! Как там не было убийства Кинки. 27 хп у него было. 6 осталось. Минус 21. То есть это говорит о том, что только вот раз там плюнул Широ в своего соперника. Этого было недостаточно. Четвертый раунд для команды Dreamiters. И да, это было ВП, который на 33-х убил соперника. Потом такая игра в 2 в 1. Не доиграли немного игроки Гамбит-Янгстерс в этом моменте на самом деле. Да. Тут вопрос даже не в стрельбе Широ. Просто как они даже 2 на 1 сыграли. И что? Полуфорсик такой. Вот такой вот закуп от Гамбит. Сейчас 2 СЗшки. 3 СЗшки. Диггл и Скаут. Вероятно, будет медленный раунд. И будет Сушка. Сушка от Гамбит. Сушка. Душка. Dreamiters. Dreamiters любители соло-бопа играть, я смотрю. Да, Форестер на чек играет. Но у него есть раскидка. То есть это молотовый, этот смок. Он надолго может остановить противника. Хотя с другой стороны в таком раунде Гамбит могут играть где-то не совсем логично. Выходить в эти смоки почему бы и нет? Учитывая, что у вас раскидка тоже готова. Интерспека со Скаутом не может себя найти. Я напоминаю, что он играет вот тоже под Б. И он опасается снайперской винтовки от Крада. Он на стопе пока что. Форестер забирает Супру. Тот попытался выйти в смок. Его команда не поддержала. Там сейчас будет верхняя волна пикать. Это кто это там? Замечает Крад. Это вообще поджали мейн. Кинки сделал фраг в мейне. Там зашли на Б в общем. И кстати даже пакет поставят. Так, Форестер. С Эмочкой. Есть инфа по одному. Есть инфа по второму. Также по третьему тоже есть инфа. Крад не попадает. Форестер играет внутри планета. Но тут мне кажется вопрос времени убийства команды Гамбит. Пятые они вероятно заберут. Если не произойдет сверх неожиданных вещей. Да, все тут под контролем. Дрим Интерс потеряли не только одного игрока. Пятый для Дримов. Гамбит поставили бомбу. Это безусловно вливание для экономики. Ну и вроде как должны покупать. Проблемы только у Нафани и Супры. То есть они будут играть с чем-то попроще. С ЕМПшкой и Деглом. Нафани купил себе раскидку полную. Такая же. Она хорошая у Акселя. Все остальные. Интерс тоже может помочь своими флешками. Ну и как сыграет сейчас команда Дримитерс. В эти два АВП вновь от Крада и Спидака. Оставили опорников на Б2 их снова. Ну и занимается верхний Святом под раскидку на мейн. Не позволяет они выйти рано. Команде Гамбит. Ну и уже Крад. Кстати. Вернее Свят он слышал эту тяжку от Гамбит под эту позицию. Там был прыжок. Нафани пытается дергать Спидака. Тут уже справа будет принимать. И тут же Смаком отрезает эту позицию. Широ. Будет ли выстрел? Нет. Така. Да. Только сейчас он попытался поймать соперника. Тут же информация для команды защиты. Где находится вражеская ВП. Мало экшена вообще Гамбит давали под зеленью. Да. В целом. И сейчас мы видим, что у дерьмов эту позицию фокусит два игрока. А Форестер соло пуш Б это... А, это задумка. Это все. Я понял. То есть это апдаун плюс с Б. То есть это была такая задумка. Была инфа по зелени. И они решили поджать Б вдвоем. Да. Красиво. Красиво. И с мыслью. А вот Кинге понимает, что пропустил оппонента или нет? Ну сейчас он его встретит. В любом случае там ноги были видны. Свят пошел дальше вообще через душевую. Ну вот как только ребята поджали Б через верх-низ и коннектор. Раунд заканчивался для команды Gambit Youngsters. Потому что на зелени там один боец попытался выйти. Но и Широса ВП там тоже в принципе сложно себя показать. Не буду пытаться сейвить. Эти три секунды тут уже никто никуда не пойдет. Кстати тут поступила информация. 19-го числа встречались они в сентябре. И 2-0 выиграли DreamMitters. Ну, оверпасс и Dust2. Dust2 там вообще без шансов 6-16. А оверпасс было 12-16 в пользу DreamMitters. Ну, у нас была другая ситуация на карте оверпасс. Трейна там не было, да, в этой встрече. Но до Dust2 все дело может дойти, если DreamMitters заберут себе эту карту. Интерс неплохо. Весь урон по экономике. И посмотри, все же ребята вышли на точку А. Но их здесь, кроме одного крада, никто не встречал. Шестой для защиты. Не отпустили соперников. Это было важно. Особенно учитывая экономику Gambit Youngsters. Ну и по сути нолик от Шира. Там Интерс 400. Должны закупаться ребята. И у нас появляется револьво. От Нафани Алексея. Такой девайс у нас еще не брали на турнире. Впервые. И я бы посмотрел за Нафани. Как раз с этим револьвером. Давайте посмотрим. Ну обычно был бы Респ. Он бы попытался наверное выйти с мейна и щелкнуть кого-то в коннекторе. Ну да. Свой этот револьво барабан. Какой мипотал. Спидак не убивает каким-то чудом. Просто спасается там игрок атаки. Форестер в очередной пуш. Пускается наверх-вниз. Его забирает так сильно. Но это было слишком, ребята. Слушай, но если ты при счете 6-6 вот так вот пушишь соло-б. Ну мне нет оправдания тебе. И я бы поставил тебя в гречку на угол. Реально в угол на 2 часа. Серьезно. И без фломастеров. Ну просто это вообще. Вот это зашквар. Это реально зашквар. Соло-буш-б. Тем более, что он просто не под шифтом, а понесся Форестер именно на противника. Знаешь, что издал всю инфу, где я. Просто красиво сыграл просто. Ну да, это странно. То есть мы привыкли видеть Форестера как того парня, который отыгрывает на 100% у себя на точке. Но здесь он подвел команду. Ну, взял слишком много на себя этот парень. На фане крутится-вертится. Все еще попытки кого-то забрать. Но я хочу увидеть этот выстрел с револьвера. Хотя бы выстрел, да. Тем более, вот заберет кого-то или нет. Самый жесткий расклад может быть, если он выйдет с верхнего и ляпнет. Да, так сейчас так и будет. Проверяю. Давай, но Сиат должен показаться, там будет голова. Подкручивает. Да, и Сиат ушел. Давай, слева там чел. Пошел поджимать. Крат идет. В итоге Аксель забирает его. Ну вот он револьвер, который подойдет под коннектор. По карте вообще ноль инфы. Ноль. Просто нет инфы. Чел просто соло-пуш-коннектор. Второй. Ну, почти. Так, ну бомба ставится, кстати. У Гамбит здесь максимально приятная ситуация. И это при том, что не видели всех остальных. А там девайсы. Ну, в том смысле, что там фулл закуп. Да, супра. И супра перестреливает своего оппонента. Ну, это закидон какой-то совершенно. Да, она будет воевать дальше кинки. Он закрывает красного супру. Аксель, один хп вообще за собакой сел. Нет поддержки. Попадание по голове тут же 2 на 2. Это уже интересно. Интера заходит в спину. Важно подрезать кинки. Там смаком закрывается нижний вроде как. Там Широ не может пока выйти салликом. А что Спидаг стоит делает? Оп, Широ пал. А Спидаг стоит, фокусит. Нормально Спидаг сыграл. Красиво. Подождите, я не понимаю. Стоит пацан просто. Ты понял? Он стоял здесь. И смотрел просто верхнюю волну. И он пропустил Интерза. Ладно, пропустил. Я не понимаю, что ты здесь стоишь. У тебя идет ретейк 2 в 2. Что ты ждешь? Ты ждешь просто, что чел выйдет с верхнего. Ты его убьешь. Да, он опусался. Ну, то есть, это плохо сыграно. Вообще, Дримитерс индивидуально в этом раунде навтыкали 3 раза. 3 раза. Ну да, это 2 поджима под бей. 2 поджима. И плюс выход с коннектора. Ладно, первый. Все, проехали. Все понятно. Второй. У тебя нет инфы по карте вообще. Не было инфы никакой. Нигде. Гамбит вообще ничего нигде не делали. Просто соло пуш коннектор. Собрал инфу. Да, это неприятно было для команды Дримитерс. Не понимаю. Довольно быстрый выход от на фане. Закрывает инкрада выходящего на верхней снокинки. Сыграл. Против обе чеха. Пока 4 в 4. Ну и бомба перетягивается под коннектор на Б. Там, кстати, только один Форестер вновь. Он уже откинул смок. Есть только молотов. Готовы его игроки атаки напрягать дальше. Б я считаю сейчас очень сложно играть. Вот Форестеру. Почему сложно? Потому что они уже много ошибались здесь. И поджимали при этом отлетали. И Форестер просто сейчас встречает с объятиями своих соперников посреди нижней волны. Шира пресекает выход от свято. И это уже сейв. 8-6. Команда Гамбит выигрывает эту половину за атаку. Притом выигрывает таким очень солидным перевесом. Выигрывает на Б. Честно. То, что и Дремитер сделает, и как Гамбит это все пресекает, это решает на Б. Не надо же, там красиво выходили без вариантов. Но при этом самые ключевые какие-то моменты с точки зрения экономики выигрываются именно здесь. И вроде как менялись ребята. Крат брал себе авик, ставил на нижнем. Потом эти поджимы, но не успешно. Ты понимаешь, что смотри, в перемычке под Б есть куча прикольных всяких сетапов. Если вы хотите играть агрессивно, можно то пикать, не пикать, можно ретейкать и так далее. Какие-то хаешки закидывать, знаешь, в середине раунда прийти, чтобы второй чел пришел, кинуть хаешку через верх. Этого всего нет у Дремитера. Это какая-то тусовка. Притом реально, один раз они когда пошли вдвоем, там лежал смог. Помнишь, там чел поджал под смог и шил куда-то вверх, он там выше модельки сел? Да, было дело. Это вот единственный такой, наверное, какой-то осмысленный дабл такой вот, дабл-пуш такой, да? Вот еще можно как-то его более-менее оправдать. Все остальное время, ну все остальное, это просто что-то... Слово идут под Б. Смотри на это. Коростер слышит эту валькаду соперника, забирает Интерза. Да, он получше, но опять же, да, выстрел в смог, получается убить. Соло сейчас приходит уже тиммейт. Была там флешка, Форостер под нее чекает верхний. Неплохо двигается на информацию своим тиммейтам. Тут еще и крат будет со скаутом на стопе. Но команда Гамбит пока не спешит. Она ждет, наверное, на Фаню для того, чтобы прочекал тот точку А. Себя нужно стягивать, кого-то зелень. Да, уже единичка там скаут находится. Так что на Б можно и так и оставаться втроем. Сейчас главное, там просто не агресса. Там, наверное, кстати, подсадка под Б. Мы бы посмотрели на нее только что, если бы переключились. Да, была подсадка для того, чтобы убить выход с коннектора или на вагоне соперника. Главное не агриться под Б. Сейчас Гамбит вроде как понимает, что читаются, но не фокусит зелень. Опять же, там уже хороший тайминг на мусорнике сидит. Свят с Фамасом. Ну и шестерочка на Фаню уже гуляет по серому вагону и погибает от спидага. Полетел какой-то смок в плент, и сейчас, судя по всему, Гамбит будет выходить на Б. Здесь хорошая позиция у Форестера. Отыгрывает он дальше. Флешка против крада. Тот. Ну, в любом случае, здесь стоит вместе с кинки. Акселя они забирают. Широ последний. 8-7. Удачно сложилось начало, конечно, и то, что в смок он там подошел. Наконец-то Б. Да, и с Б справились. Главное, что не было фейлов на этой позиции. В любом случае, хорошее решение было от команды Гамбит Янгстерс, потому что они чувствовали слабость своих соперников и то, что они много ошибались в этой позиции. И, в принципе, ударить еще раз под Б – это неплохо. Ну, вот не сработало. Смотрим мы на статистику. Кстати, смотри. 8-7. Кинки 16-4. То есть, действительно… Есть инфа? Да, есть инфа. Рамзик… Ой, Торик из Саймонов. В общем, он уходит из Саймона. Он сам уходит или… Непонятно. Инфы, ну, наверное, кикнули. То есть, если чел просто уходит из команды, которая играла, все было как бы… Нормально общались. Да. Наверное, просто кикнули. То есть, либо там… Торик был хорош. То есть, я чисто по игре… Торик был хорош. С командой Саймон была хороша. Да, ну вот интересно, кого они будут добирать. Да. То есть, если бы вчера не было… Или там на днях, в общем-то, не было анонса К-23, я бы подумал, что там будет один из тех ребят у них играть. Но так как у нас заняты уже довольно интересные агенты, то тут вопрос, кто? Кстати, вот если бы не было К-23, то я бы сказал, наверное, о Кризине в Саймонах. Но мы-то знаем, где он будет дальше играть. Давайте смотреть атаку уже, в свою очередь, от Дримитерс. Есть у них набор. Кинки играет со смоком с двумя флешками. Ну и вроде как команда Дримитерс активно двигается в сторону базы B. А там будет ретейк. Там играет только один соло-опорник. И щипчики на ретейке вместе со смоком присутствуют у Гамбит Янгстерс. Да, Супра на дистанции. Будет играть четко на информацию. Ну и пока Гамбит не двигается. Да и зачем? Не было информации по зелени. Также в мейне. О, подсадочку, да, прочекал все-таки Супра. Хорошо, что он не хитшот. Ну лучше, кстати, делать уже эту подсадочку, честно говоря, с P250. Ну никак не с Глоком. Это тут, конечно, тут... С Глоком не убьешь, но если в голову попадешь, уже неприятно. Так, Супра. А чекает нижний выход. Дает информацию тут. Уже нужно начинать двигаться, наверное, игрокам команды Гамбит Янгстерс. Потому что к ним поджимаются в коннектор. Это уже беззваные гости. А это сплита. Опа. А Гамбит это читают. Посмотри, что делать, братан. Напастенько. Позиции. Найс. Кра тоже падает от Шира. 5 на 3 уже ситуация. Как же это неприятно, ребята. Вот вроде как фейканули, но фейк не сработал. Аксель закрывает кинки. Последний Свят на точке Б. Боже мой. Прочитано. Они даже не двинулись. То есть чел, который сыграл опорника Б, он отмансовал, дал кол и ушел просто на верхнюю волну в сторону Респа. Но теперь главное все это не продинамить и не отдать Святу, конечно же, команде Гамбит Янгстерс. Ну и тут, видишь, вроде как и идея неплохая, но все было сразу же прочитано. И понимают, да, Дримитрыс выходят, а их никто не встречает. И они понимают, что их просто фокусят на дистанции. Как ты относишься, Леш, вообще к фейкам на пистолетном раунде. Особенно Трейн меня интересует. Потому что этот фейк с выходом... Ну это не фейк был? Вспомни. То есть это сплит, понятно, но вообще интересно. Смотри, я тебе так скажу. Я отношусь хорошо к подобным раундам, вот именно к такому раунду, но, наверное, не на пистолетном, именно такой раунд. И вспомни, какой сделали Гамбит раунд в пистолетном. Если ты помнишь, они втроем два пикнули сверху, один снизу с раскидом вышли на Б, а бомба стояла в медле. Вот тот фейк, он как бы, ну, понятно, что его там и взяли, но здесь, понимаешь, здесь, чтобы фейк хорошо зашел, вот этот, нужно было обязательно кидать какой-то смок, который здесь на А перекроет Вижен и Успан. Там есть смок, который можно... Оу-оу-оу-оу-оу, тут на Фаня просто на ноги летит фармить. Главное не переагрится, хотя, с другой стороны, там пистолеты дефолтные, это и шансов. У них мало Шира включается. Ну тут все. В общем-то, Свят, конечно, доберет Шира, но еще есть на Фане, который изначально там. Заходил на прогулочку на зелени, а все заканчивается в итоге, убили только одного Шира. Ну ладно, с этим раундом мы смотрим следующие. Кинки закупаются, уже будет играть с СГ. Вообще, по поводу фейков на пистолетке, вот интересно был, вот я бы, если был в аналитике сейчас, спросил бы у Сережи Ломобота, потому что Моус Спортс на трейне в атаке что-то подобное тоже иногда делали. Но при этом они, если не ошибаюсь, пытались. Или это может быть не они, но в общем-то был такой подобный раунд, что подключалась еще зелень. То есть один игрок там находился атаки. Да там есть клевые сплиты, на самом деле можно с апдауна втроем бежать в зиг. То есть там, ну, есть варианты. Ой-ой-ой, нас смог нашил, ну и в итоге есть попадание. Эксель вовремя откидывает ХЕшку, еще и с Фамасом делает один минус на апдауне, и весь экшен у нас останавливается практически одним смоком на зелени. Здесь уже Dream Eaters не могут выйти на размен. У Форестера неоднозначная позиция, ему нужно принимать какое-то решение, что-то делать. Ну и команда Dream Eaters здесь определенно испытывает трудности. Да. Тут на старте уже все не пошло. Вот это попадание по Шире, потом ответ от него же и Хаяо Такселя, залетающая под выходящего на мейн. Неприятно. Форестер, конечно, будет пытаться исправить позицию вместе с Кинки, и они все там же. Но защита крайне закрыта здесь действует. Все по углам. Интерс на Ол оф Мейстере. Вроде как его заметил Форестер, начинает он стрейк против зелени. Интерс. Тут Худсас является с противником. Кинки замечает тень оппонента, ну и тут уже наверх может выходить Интерс, и Кинки его отпускает. Что самое интересное, дальше пройдет. Свят, кстати, вышел на точку Б с бомбой. Ну это шанс, ну какой. Один в четыре, ребята. Это, конечно, слишком прискорно смотрится для команды Дримитер. Свят убивает Супру, но от Шира не уйдешь. 7-11. Четыре очка преимущества у защиты. И как они будут догонять? А, никак. Эта игра не выигрывается. Здесь прям смотрится все очень скверно для команды Димитер. И смотрится, знаешь, вот Гамбит просто… Ну нельзя, наверное, опять же так говорить, но по уровню игры это такой крепкий-крепкий тир полтора. Да. Вот крепкий, такой, знаешь, вот какой-то, знаешь, какой-то авангар, там какое-то время чуть-чуть назад. Вот знаешь, такой крепкий тир полтора, который матчи, даже равные матчапы, он не проигрывает командам, с которыми борются. Я задумался о том, что у нас довольно много европейских команд участвует в сезоне. И я бы очень хотел бы посмотреть на Гамбит. Геймер Лиджин, например. Топ, да, команд. Или Виндиго, да? Топ европейцев, да, которые… Вот у нас Виндиго уже прошли на лан, Гамбит, понятно, что играет только первый матч, но у них абсолютно все шансы есть здесь два беста в три выиграть и пройти на лан тоже. Малой кровью. Я думаю, что они ставят такую задачу, но, по крайней мере, я Ване написал. Да, проходите. О, кстати, Супра ждет эту подсадку. Опа! Можно выйти на точку В, но там еще один игрок. А покажите потом, может, если будет возможность хайлайт с его глаз, с дигла именно. Так. А вот при чем сейчас пикается человек с диглом? Кстати, в стиле девайса Широ здесь. Фраг по Нафане. Работает. Там, кстати, 33 подключается. На дистанции кто окажется сильнее по пульке, не залетает в итоге пограда здесь. Ох, Хазакедон. Подожди, все нормально, а еще? Широ поторопился. Ай-яй-яй, как Шинфинс тут не убивает. Аксель не отпускает, там чел вышел на зелень, а второй будет через апдаун, а у Кинки сейчас будет очень классный угол, а решил не идти в апдаун, решил не рисковать. Но у Кинки будет хорошая в любом случае позиция, и угол у него уже... А, нельзя идти дальше. Понимает Гамбит, что здесь может быть оппонент. А отхелдится бомба в душевых уйдет на Б. Это, кстати, клевый мув. Но время. Нет, уже это выхода. А, уже нет времени, все. На крат, тем более опасается, потому что у него 28 хп, и он там сам, без поддержки Кинки. А тут просматривается выход в спину. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же круто сыграл Интерс. А и Аксель тоже вместе с ним. Они вообще стакнулись в коннекторе. Это лучшее решение. Это гениально просто. Да. Это просто гениально. Стать вдвоем в коннекторе, и все. И делайте, что хотите. Вот, а в итоге на плент подгорает немного крат. Пытается отойти на окна. Да, он здесь сыграет. Но у него дигл, нет армора. Ну и при этом Интерс, Аксель все здесь должны закрывать. Чекаются все возможные углы. И как же сыграет игрок Атаки? Давайте мы посмотрим за террористом, да, в этой ситуации. Уже выходит на перимку. Там Смог на пленте. Пытается дефузить Интерс, но это пока что фейк. Аксель прикрывает его. Вот он выход крат пытается прошивать. Смог пока не залетает. И сейчас просто могут выйти. Здесь его разорвать. Но не спешат пока что игроки защиты. Бомба уже дефузится. Один патрон. Один патрон, нет перезарядки. И все. Слишком много риска здесь было с одним патроном выходить. Но как же сыграли гамбиты? Широ подзакинул, честно говоря. Вот он повтор. Спасибо большое. Да, красиво. Вот здесь вот Широ делает минус. Потом он, не здесь вернее, чуть дальше. Он берет СЗшку и начинает пушить верхнюю волну. Хотя там, ну типа... Он, наверное, пушил даже не верхнюю. Ну как, верхнюю. Он выходил, но хотел убить дефолт. Я понимаю, да. И не ожидал, что на таком тайминге вынесется на него еще один игрок через верхнюю. Так что, в принципе, нормально. Главное, что берется раунд. Два ВП. На фане и Широ. При этом поджимается нижняя волна. Аксель будет помогать своему снайперу. Отворачивается от возможной флешки. И вот он рэй, Форестер. Это был легкий фраг. И Широ не попал там, видимо. А там еще третий. А тут 3Б. Вот это сетапчик. Здесь сетапчик. Но отходят, отходят дальше. Гамбит решили не агриться. На фане делает фраг под А. А, это на зелени было. Да, здесь Свят у нас остается. Ну не ожидали второе ВП, наверное. Потому что первое показалось под Б. Поэтому давайте выйдем, попробуем на зелень. Там, возможно, авика не будет. Но тут на фане удивил. Кто кого? Свят или Интерц. И в этом смогу сейчас интересно все произойдет. Свят все-таки решил отойти. У тебя вопрос. Зачем свитчиться в упор? Ну, это привычка. Просто привычка. Это плохая привычка. Вот за такое надо бить по рукам линейка. Свят вышел все-таки в смог. И Интерц сейчас будет заходить ему в спину. Судя по всему, дуло. Дуло. И он знает, что на зелени был чел. Да, Свят, конечно, в хорошей ситуации. Ему нужно просто выйти и убить на фане. Да, и тут вопрос к зелени. Как же так, Интерц? Ладно, об этом поговорим в конце этого раунда. Свята тут уже не найти. Бомба устанавливается, причем, на верх-низ, где находится Форестер. Здесь позиции все. Да, да, да. Вот Дримов. Увидел маки! У-у-у! Раседает Свят, 43 хп. Молики есть, молики есть. Есть флешки, надо уже откидывать. Надо уже начинать потихоньку все что-то откидывать. Смоки кидать. Ребята, почему держим гранаты? Заметил Интерц, пытается прошивать противника. Идет туда еще и супра. Задушить! Нет, не получается пока что. Интерц в итоге 8 патронов. Начинает перезарядку. Тем временем Форестер просто заходит и говорит, ребята, что происходит на пленте вообще? Вот сейчас Дриммит разберут этот раунд и если смогут еще выдавить хотя бы 1-2, то может быть будет заруба. Если нет, то картина игры не поменяется. Вот то, что они сейчас, я бы назвал это вымутили. Вот реально этот раунд они вымутили. То есть это по-другому не назовешь. Это значит не такой хороший, добротный, там проведенная атака, там что-то такое комбина. Нет, это именно вымутили. И теперь 8-12, и если будет дистанция 2-3 раунда, можно будет поговорить о какой-то интриге. Ну, друзья, тут Свят взял раунд. Этим выходом через зелье, но это тоже было слишком опасно. То есть он рискнул, и этот риск оправдался. То, что он зашел вообще на эту точку, там для себя выиграл информации много, убил на фане и пошел на девятку. И мы смотрим 21-й раунд. Бай от обеих команд. Снова поджим Шира. Постреливает одного, отобивает тиммейт Аксель. И Шира отработали здесь в плюс. Однозначно Супра тоже вместе с ними. Спидаг и Свят пропадают. Сетап из прошлого раунда. Да, я из прошлого раунда. Кинки, вышел, конечно, на точку А. А что делать дальше? Бомба-то была потеряна. Помогите, спасите. Нет, тут не будет интриги. Да, Гамбит и Янгстерс хороши. Вот у них много есть позиций, которые используются, вот эти наигранные ситуации. Шира будет... Понимаешь, есть комбины, да, и они исполняются. То есть там четко разыгрывается все. Вспомни, вот давай сравним просто. Как сейчас работает Гамбит, ну, в этом раунде. И что исполняли Дримитерс. Просто вспомни, этот соло пуш от Форестера там в начале. Это вообще, это просто забей. Это смешно. Я знаю о том, что нужно контролить перемычку, иногда ее ретейкать и вообще показывать там свои какие-то претензии на эту позицию. Но не делать это так, как это делали Дримитерс в защите. Согласись, что если ты будешь вот так играть под бетом втроем постоянно, ну, два раунда подряд, то ты уязвим для выхода быстрого через мейт. Это понятно, это понятно. Но Дримитерс этого не делают. Это чистый левелинг. Второй раз сыграть тот же сетап, они, возможно, даже подумали, что нас же третьего чела не видели там в перемычке. Может быть, они даже и не прочитали, что это 3б. Давайте еще раз это попробуем сыграть, этот расклад. Ну, то есть, типа, тут вопрос в том, что, конечно, они не могут так все время делать 3б играть. Это очевидно. Тут Дримитерс будут закупаться, я так понимаю, и этот закуп уже будет последним на... Ну, не последним, но... Ну, да, все же будут пытаться что-то выжать из этой ситуации Дримитерс. Крат вообще не может пока найти свою игру 6-16. И где-то его минуса тоже, наверное, не хватает команде. По-моему, тотальный игнор апдауна, если не ошибаюсь, от Дримитерс. Да, вверх-низ, выход с мейна быстрый тоже. То есть, этого просто нет. Я понимаю, что защита там все грамотно тоже откидывает. Но вы же все-таки смотрите, много трейнов там между разными командами. Ну, всегда кого-то выпускают там на окнах для того, чтобы стянуть и зелень, пытаться убить кого-то там. Ну, в общем-то, этого пока что нет у команды Дримитерс. Пока мы видим вот эти походы по точку Б, попадание под метлу, и их просто выметает оттуда уже. Который раз, и там добывается довольно много фрагов команды Дримитерс. Ну, и потом большинство отыгрывается. Что ж, смотрим. Ключевой момент. Хотя, смотрите, на бай. Очень странный бай. Да, тут на последнем таймере покупает спидак вместе с Форестером. Тут был реально нормальный закуп с калашами. Ладно, в следующем уже будет у нас важный самый раунд. В общем-то, здесь два калаша попытаются. Ну, как получится, мы узнаем. Не, ну так, кстати, тоже неплохо. Да, будет раскидка. Была бы идея. Наконец-то на А полетят смоки. Опасаются также ребята поджима на зелени. Кстати, его давно уже не было. Если и был, то только против Эко. И Гамби тоже могут использовать эту точку. Интерс уже сообщает об этом смоке, который летит ему на перимку. И он ждет. В этом смоке, кстати, вот интересная у него будет позиция. Еще полетели два от команды Дримитерс. И мы спасаемся, говорят Гамбит. Как же будут выходить соперники? Кратно ходят Интерза на этой перимке. Есть первый фраг. На фане очень сильно проседает. У него 20 кп, нужно отходить за плент. Супра помогает. Супра дальше выходит вместе с Акселем. Падает сразу три. Кракоманды Дримитерс. Нет размена. Там килл на Б. Да, на Б все-таки важно было забрать противника. Вот это дуэль. Дуэль будет поставлена. Нужно выигрывать ее. Дуэль на раунд, возможно, да. Форестер в клатче против Шира и Акселя. Я бы сейчас под этот смок поджался бы под Зика. Он, кстати, зря ушел в перимку. Тут его закроют. Хотя есть молотов. Есть молотов, но там смок. А там есть смок. Там тоже молотов смок. Три флешки, так что стоит... А там смок полетел на нижний. Ай-яй-яй. Точно на нижний полетел? Смок. В итоге ребята сейчас не могут диффузить бомбу. И Форестер попытается выйти с него. Это интересно. Он берет. Ай-яй-яй. Раунд для команды Тримитерс. Зачем смок на нижний, ребята? Там же молотовы можно было его закрыть. Ладно, это решение команды. Они не думали, что на таком последнем тайминге может оказаться еще молек у противника. То есть тут как-нибудь посмотри на ситуацию. Не, ну в принципе, то есть если разобрать там по логике, они сыграли вроде грамотно. То есть дали смок, отрезали ловер, фокус от нижней. Но опять же здесь и Форестер как бы закрыт со всех сторон. Он вынужден рисковать и выход в смок логичный вполне. Но опять же, не знаю. Ну так, интересный момент. И красиво было сыграно. Но тот ли, опять же, как много раундов в подобном ключе возьмет Дримитерс? То есть сейчас Гамбит спокойно сделает эко и потом закроет все оставшиеся вопросы. Возможно. Потому что у Дримитерс, ну, посмотри, ты видишь за счет чего раунды берутся? За счет Б. Они взяли сколько? Два. Они взяли два в атаке. Все. Да, кстати, Супра слышит эти прыжки наверх-низ. И два этих раунда были взяты очень на тонком. Ну да, там много Сумбура. Флешка не очень хорошая для крада, но все же он выживает. А Максель его не мог наказать, потому что сам ослеп. Форестер. Дальше Кинки, Шира. Есть наверх-низ у нас калаш. И можно его идти сейвить. Да. Ну, не стоит все-таки действовать дальше. Хотя Нафани действует с деглом. Кинки падает. Широбитый. Интерза тоже вроде как видели. И по Нафани была информация. То есть сейчас атака в любом случае фаворе. Здесь бомба уже на базе А устанавливается в смаке. Ну, сейчас вот в идеале, конечно, еще какой-то девайс отжать. И засейвить его игрокам защиты. И это будет польза на дистанции, потому что у атаки, посмотрите, деньги страдают. Спидак прочувствовал выход в спину от Нафани и закрыл его. Десятые забирают дремы. Смотрим на закуп дальше уже у Гамбит. Важный момент наличия ВП. Кстати, инфы по авику пока не просматриваются. Ну что, а подождите, это они не после ресета сейчас будут? То есть у Интерза сколько будет? Тысячу четыре восемьсот. Интерз может дать дроп авика. Да. Широ. Но здесь авик очень сильно нужен. Пять семьсот. Ну тут все. Интересно еще. Ой, он еще... Что? Отдает авик просто в мейне. Сам остался. Ну, ребята, тут нужно объяснить, что происходит. Да, бомба взрывается, и у вас на пару секунд просто нет звука. То есть вы не слышите передвижение соперника. Этим только что воспользовался игрок команды Гамбит. Это подарок на самом деле. Просто подарок. Потому что в два авика они бы не играли сейчас. У них там мало денег было. В итоге, да, у нас есть снайперы на фане и Широ. Емпешка от Супры. Калаш и Эмка. Ну что ж, это подарок. И возможно именно он сработает. Мы об этом на авике еще поговорим, если. Так, пошел Молик в мейн. Аркада пока не просматривается. Не, просматривается. Уже смог на трансформаторе. Там выход через апдаун. Ого. Пинки уже на позиции за Электриком. Широ закрывает Форестера. Интер с голубого вагона. Хорошо. Пять на три. И перенаправление атаки на точку Б. Тут Супра под Моликом. Все это четко принимает. Крат погибает. Ну смог вы положили только что на Молотова. Почему тогда не выходили? Ну а почему не выходили? Нужно было уже выходить. А что делать? Ну просто положили смог на Молотов и все. Положили. Это очень тонко. Положили смог на точку Б. Фиссуру положили. Ну в общем будет сложно. Дальше. Среди спидак остались. Там будет пацанка, чтобы попытаться убить кого-то на вагоне. Но мы-то знаем, что лучше засейвить. Та-да. 50 секунд. Ну кстати, тут Гамбит еще и при этом скорее всего не пойдут искать. Ну в том смысле, что у них-то денег у самих не так много. А что Dreamintress делали? Они раскидали, что-то кинули смог под транс. И по-моему между. Один чел был в мейне, и два выходили в фастом. А, я понял, это был фейк. Фейк А. То есть они фейковали А с раскидом и с выходом поздним на Б. Типа того. Не, ну Dreamintress определенно. На трейн нужно работать на трейне. Играет команда без зелени. Да и на оверпассе тоже там есть вопросы по выбору стратегии на раунд. Особенно в дефенсе постоянные поджимы. И по динамике игры не имея там большого, не то что преимущества, даже не имея, то есть не было понятно, за счет чего они могут отыграть там сильно сторону. То есть вот как-то больше вопросов их игра, у меня, да, рождались вопросы на их действия. Типа там где-то я не мог найти логики, где-то не мог объяснения найти. Еще раз, повторюсь, да, действительно играет команда без зелени, пока без верх-низ. Там сложно занимать позиции, хотя только что они выходили именно оттуда. Но это было хотя бы какое-то разнообразие, потому что вы внедряетесь довольно быстро на точку А, и при этом бомба должна идти на Б. Но к этому готова команда Гамбит Янгстерс. Ну что, самый важный раунд для Дримитерс, так точно. Если не выиграют этот, будет сложно. Вот он, вырыв от спидака, Нафанни прочитал, он уже на зелени, и он уже проливает первую кровь в этом раунде. Здесь Кинки должен, наверное, пропрыгнуть, чтобы Крад вышел вместе с ними. Или это даблпик просто, да, но он не получается. Выход от свято. И Синфаха, Яотширо, он должен закрывать эту позицию. Да, прострел какой в голову, красиво, сочно. Да, Порестер Крад отвечает у Широ. Как же он хорош этим АВП? Он тут царь и бой. Прочитал, прочитал Чела, что тут будет прыгать за трансформатором 2 в 3. Через зелень вышли ребята из Дримитерс. Притом их фокусят на тупиках. Интерс поджал мейн, Широ за плентом. Попал, все четко здесь для него. Крад один против троих. Бомба у него на руках. Ну, нет как-то у Дримов синергии, я не знаю. Пока они играют не вместе. Играют как-то они, да, так. Не их день пока. Больше я от них ожидал. Ну, не знаю, может быть сейчас действительно какие-то есть в команде там развалы, и они просто находятся в стадии какого-то такого, знаешь, период формирования, можно так сказать. Ну, знаешь, просто состав уже, ну, как бы держится, играет вместе. И все равно люди где-то там притираются, где-то какие-то есть, может быть, недосказанности. И они находятся в поиске. Опять же, да, как там произошло с Зонером не совсем понятно. Я понимаю, что я так полагаю, что он там одну из ключевых ролей играл в команде. Ну и что? На самом деле тут Гамбит отдали много инициативы. Крат поставил бомбу, да, и фокусит мейн. Ну, там в мейне красный Интерс. Ему нельзя играть первым. Сам это понимает. Тут уже подходит по тупикам Шиера. Сейчас угол нужно сделать хороший. Вот угол хороший. Вот здесь его уже даже ожидал. О, убивает соперника 55 хп. Он на окнах получает молотов. Нужно выйти. 36 хп остается после подгорания. Супра уже на пленте. Там Интерс. Опять же, Интерс, Интерс, Интерс. Даже в эту сторону даже не смотрел. Бомба дефузится. 15-й раунд для Гамбит и Янгстерс. И они близки к своей первой победе в рамках Forge of Masters. И это будет 2-0. И 5 матч-поинтов для Гамбитов. И дальше команда Гамбит и Янгстерс будет играть против победителя в встрече Немига Дракарис, если не ошибаюсь. И кто-кто. Ну а там уж не сладко. Будет что одним, что вторым против этого состава. То есть у Гамбит очень много шансов выйти на наш лан с первого места этой группы. Форестер ведет свою команду вперед под коннектор. Там уже покажется Супра. Не стал стрелять. У него крокодил на руках. Ой, нужно отходить, наверное, после этой флешки. И самое интересное, что игрок атаки тоже дальше не пошел, потому что ждали Шира или сам ослепь, непонятно. Но факт остается фактом. Шира делает первый минус. Под бесты от Дримейтерс. Я так понимаю, сейчас будет прямо линейная раскидочка. Типа того. Смог-смог. Флешка-флешка. Молик-молик. И поехали. Закрыли смоком на нижнем, ребята, из Гамбит. Очень важно здесь бросить смок на... Кроме того, что на нижний, нужно бросить смок еще между, который перекрывает Вижен Авику на планте. Ой, какая флешка. Флешка. Супра мажет. Сейчас должны его убивать. Так есть. Он вообще, по-моему, ни патрона не попал. И вот теперь Шира на верхней волне. Много от него зависит. Свят поджимается под Зиг. Отличная хэшка под ноги. Еще и Молик сейчас откидывает Шира. Ребята должны выходить через коннектор. И тут интересный может быть ретейк. Шира должен был замечать Свята, хотя тут подходит уже по тупикам. Кинки закрывает выход с коннектора. Аксель Интерс падает на Фани. Должен идти на сейв. У нас пока что не конец в этой игре. Дримитерс выбрали себе право сыграть в следующем раунде, 27-м. Самое главное для защиты это то, что уносят они два Авика, Шира на Фани. Здесь, конечно, пытались. Оба сделали по фрагу, но до победы в раунде дело не дошло. Очень круто отработали только что против Интерса. Да, там на Б. Игроки атаки. Вот эта флешка. Одна, вторая. Ну и, по сути, очень легко они прошли на плент. Да, ближняя флешка все решила. Она полностью выключила чела с дробовиком. Ну и, ребята, это ТБ. В общем-то, у нас есть болельщики в любом случае всегда за эти раунды. Для вас только что подвезла команда Дримитерс этот коэффициент. Ну и тут же пауза от террористов. Ну, почему бы не решить, как играет сейчас защита, вот как они могут внедрить эти две снайперские винтовки. Но самое главное — это выбор тактики против них. Ну, как против двух авиков играть? Да. Вообще, можно пушить Б, как вариант. Ну, я бы сымитировал аркаду, то, что они делали. Они имитировали аркаду на А, выходили на Б. Вот я бы такой раунд сделал бы сейчас. Может быть, даже два мейна, не на пдаун. Либо, наоборот, два апдаун, один мейн. Ну, и потом бомбал, чтобы стояло под Б. Два чела, чтобы с бомбой стояли под Б. Всё. Ну, против двух авиков я бы так сыграл в этой ситуации. Ну, один авик. Они идут четвером на зелень. Как всегда, идёт на зелень, да. Тут, кстати, на фане попадает. Нет. Всё-таки не. Получается бить сразу крада. Он сильно проседает. Сжигает тут интерзой. На фане нужно просто отходить обратно к себе на респаун. Аксель. За плентом. Нужно откидывать под себя сморк. Там ещё здесь игрок на сэндвич. На фане. Ой, как же сейчас будет. Пропускают, да? Нет. Ай-яй-яй-яй-яй. Свет, сюда без зума. Почему без зума? Ладно. Получается, убить соперника Кинки тоже под эту такселя. Это всё происходило на апленте. Остаётся только спидаг. Нет. Это уже крад. 16 кп, 1 в 4. Боже, что произошло? Я прошу прощения, но раунд фаст 4 зелень после паузы. Это сильно. Это сильно.